сегодня главное столько времени и главное правда не расходятся все но это понимаешь это не книжная мудрость какая-то ошибки тут могут быть не так это поднялся что на это путь который вывел на такую вершину столько людей столько друзей столько врагов иметь много врагов когда ты невиновен это большая большая милость от бога это все те которые притут венок вот сейчас ирину гришину так и долбит со всех сторон она их всех уже заблокировала они находят способы создают сообщества такие другие и туда ее добавляют без ее ведома и пишут и пишут ей уже угрожают тюрьмой камерой мне и ей она говорит и ваш учитель и камера ждет в разный мне это давно то у дверей стоят пришли выйди попробуй никого нету ну еще сделаешь что это милость божия гнали меня будет гнать и вас христос сказал это накручивают и накручивают то есть там между собой и действительно думаешь тоже польза есть они хотя бы занимаются в этот момент нами до имени занимаются вот он на меня сейчас выходят и ролик за роликом выставляет и уже видимо наполнил там куча роликов против меня и открыл 2 у него как сказать я не знаю канал или не канала от где куда в то 100 выставляется д с дресса я вообще его не открываю не смотрю и не знаю что там делается я могу закрыть и игру нет пока он здесь он меньше зла на дело другом месте и все они могут вылезти все что мы признаем что там вне церкви как будто вниз нет что где-то спасаются пять церквей там то про святого духа то прочие теперь зацепились за три персии что элемент ереси за это зацепились потом ну и вообще крутится вот на одном месте крутится крутится все ничего не они нашли цель для своей жизни цель жизни понимаешь машина ретиков сик да то есть они всегда попадали в цель а здесь ничего этого нет почему потому что мы истинно православное любим слово божие святых отцов каноны церкви они еще не могут сказать я не вот заходит а у них нет икон ягода ну зайди а это ради нас только повесили я так вы людей спросите ну всякие так у них епископа нету на каша приезжал а потом играть палками его гонят пока за деревню не выгонят я один освободился здесь отец владимир но и он где-то недалеко от нас там может под степной есть и сидел в тюрьме местом сизо а я ему помогал что принести ходил ходатайствовать за него он в хитманово село был поставлен и там деньги отпущенные на дом он туда как-то взял жену о том то ли продал там или машину еще такое ну и его судить а которые подали судить то я пошел и сказал это не надо он уже сидит ему и так там плохо он уже отдал все его мне устроили там встречи следователь его вызвал его и меня и я ему сказал вы подпишите бумаги что все отдали а потом в газете было статья этого следователя он говорит пока проповедник говорил он соглашался но проповедник только вышел за дверь он говорит ну как я отдам когда это мое вот такой говорит характер того кто взял хоть с рукой отрывай ну и вот суртаев фамилия его ну и когда он вышел и стал к нам ходить на валение а его сестра она но я-то и имея близкие отношения с прокурором края куда написать пошел к епископу и говорю вы епископ антони был я говорю заберите на него жалобы и он будет свободен нет пусть кто-другой сделать и что интересно кто в этом участвовал вот все погибли вот один из них амосов был он как как значей был в епархии или что-то шофер его убил шофер другой там 30 с лишним лет ему было капранов фамилия как этот танцор то орет и здесь он в заринске был 31 или 41 год ему умер внезапно и полный такой безе разгром почему а я ходил его выпустили и когда он ходил я говорю отец владимир санта не снятый а вы говорили что у нас икон нет договорил а зачем что к вам не ходили а потом вы говорили что епископа нет говорил зачем что к вам не ходили а теперь ты сам ходишь ну что сказать на это вот такой ну дальше как у нас один говорил только на плевать да забыть нашли сейчас обвинение такое что законники они горят законники делают то во что не верят если я законник в вашем смысле это ругательство то скажи павел предает говорит привет законнику зине зачем передают законнику а напротив беззаконник я лучше буду называть там василий иван беззаконник его я на так акаду говорил он говорит ну вы законник и гнатьев яления а тебя как звать то напротив беззаконник теперь я везде буду воспри具 Immediately вот стоит у нас знакомый беззаконник пётр а вы не звать и законник гнать евро где но против это слова только одно осталось. Беззаконник. А раз я законник, слово для вас ругательное, то, значит, остается только беззаконник. Законник меня ругать не будет. А беззаконник будет. Потому что он не соблюдает, он виновен. Ему приговор вынесен. Да, да, да. То, что говорят... Почему, говорит, они вопреки канонам и церкви, писанию, не приступают к причастию каждый день? А почему, скажи... Почему, когда князь Владимир крестил и у старобрядцев сохранилось только четыре раза во время постов? Почему? Поговорите с греками, чтобы каждый день причащаться. Апостолы сколько раз со Христом причастились? Один раз. Только один раз. Златоуст говорит, иные причащаются один раз в году, иногда один раз за два года. Мы смотрим не на чистоту, а на готовность. Такие материалы-то у нас есть. Это вот масленников там все, с Игнатьем Брянщиной мучается. И говорит правильно, но никуда не выводит. Он на одном месте. Что-то подумал, запиши. Да что буду грязь развозить-то? Да, подумал неправильно. Я тут же на молитве сказал, Господи, прости, как Иоанн Кронштадтский-то? Я так огневался на дьякона, но я помолился, и Бог простил меня. Женщина стала там крещать с ребенком. Я так огневался, но я помолился, и Господь простил меня. Вот вера какая. Он ответ получает, и знает, что он прощенный. И не скрывает. Вот вышел дьяка, наложил столько ладану, дым, а у меня там 18 камелавок, и каждая дорого стоит. А потом я подумал, да мне уже одну не сносить никогда. Уже 70 лет. И он открыто это в записках пишет. И он этим делается более приятнее. Мне как-то сказали, а вы знаете, патриарх-то, Кирилл-то, он с собакой гуляет. Вот это патриарх. С собакой гуляет. Я его еще больше полюбил. С собакой-то гуляет. Это живой человек. У меня собака была, мы ездили с собакой, она охраняет. Хо, плохо, когда двуногие собаки нападают. А то он, говорит, бегом даже бегает. Еще больше полюбил. Так они обвиняют, говорят. Вот, Игнатий молится с еретиками. А им Иван говорит. Патриарх Кирилл, он молится с католиками. Под благословение подходит. То есть вы на него, он вам ответить не может, вы на него прыгаете. А на патриарха не прыгаете. То есть лицемеры. А что они скажут? Я нигде ни разу не сказал аминь, там, где говорят не по-православному. Если такие еретики приехали, мы вышли в коридор, отвернулись на восток и там помолились. А когда говорят, отче наш, я как могу сказать не аминь? Это не еретики. В этот момент они святее нас. Главное, такие детские обвинения, которые, ну, любые, такие простые, ну, вообще не понимают, о чем говорят. Это означает, что ничего за нами нету. Они думают, что все такие же глупые, как они. Вот главное, что раз ничего нету, это надо радоваться, они ничего найти не могут. Я вспоминаю, что те, Тарасия, помнишь, умирал. Демоны окружили, показывают, написано, написано, он только и прошел. Все вы лжете. Ничего этого не было. И помер. Все на том, что они даже текст не могут прочитать. То есть все обвинения строят на том, на своих измышлениях. То есть они текст читают, не могут его напрямую прочитать, как там написано. И свое накручивают. И теперь обвинение. Ну, даже вот такие. Ну и хорошо, что они... В чистом виде клевета. Вот я все обвинения прочитал, все клеветнические. Все неправда. Как клеветить кто? Евангелие Тяна 8,44. Он лжец, отец лжи. Сошел в великой ярости к вам, говорит, ища кого поглотить. Ну что, это у них такая... Господь допускает это. У них другого нету. И вот их только одного троня. Они друг друга выдавать будут все рассказывать. Там дружба быть не может. Дружба там, где Бог, где Дух Святой. Бывает, иногда прям руку я протянул и сам не знаю, почему отдернул. Вот она состренкой... Сестра одна говорит, Валентина Афанасьевна Шитикова. Ее мать дома оставила, там уходит на работу с отцом. И она только ушли. Ну, ей лет пять. И в это время кто-то стучит. Она подошла. Кто? Девочка. Это я принес там конфеты тебе, мама послала. Открой. Я, говорит, за щеколду стала брать. Меня как кто-то ударил по руке и отлетела. И не открыла. Чужой дядька, пятилетний ребенок, девочка, еще бы было. Вот как Бог делает-то. Поэтому она не сломала ни руку, ни ногу отлетела. Испугалась тогда сразу. А тот подождал, видит, никого нету. А ломать дверь не стал. Так что, это хорошо, что они на нас нападают. Мы можем помолиться и сказать, не вменеем всей греха и зависть. Они внутри себя-то, когда где-то бывает, скажут, чего же мы ничего у них не найдем. Так вы просчитайте по ним, скажут. Что там пишут? Откройте Википедию, поговорите, что говорит митрополит, где они находят. А жаловались, жаловались, Так он за них. Это ответили Дворкину, кажется. Вот и все. Там Новопашин. Я же говорил, как с Новопашином-то, когда на него там заметили он в ночной темноте, в полусумраке встречается с молодежью, ну и всякие гадости. И мне один сразу написал, я у него исповедовался, сейчас не хочу, что мне делать? Я ему отвечаю, ты уверен на 100%? Нет. А мой брат, отец Саки, учился с ним вместе на одном курсе. И этого не может быть. Не может. Но ты не знаешь этого. А раз не знаешь, не ходи. Зачем сомневаться? Пока молись, исповедуйся у другого. А когда ты узнаешь, что это не так, тогда пойди к нему, исповедуйся, скажи, батюшка, я вас судил. Не забудь сказать, что я тебе на это научил. И попроси у него прощения. И все встало на место. Никто никого не обманул. И, видимо, так и было. И Новопашин меня никогда не трогал. Ему это, если рассказали, он легко поймет, что я ему не враг. А ему зачем лишнее наживать-то? А у них там как миссионерский отдел имени Иринея Леонского. Почему? Ну, так просто. Вот так. Да. У нас на каждый день что-то есть. Мы на сайте поставили сейчас божественную проповедь. Теперь у нас сайт в нем три колора. То есть цвет красный, синий и белый. Да. Это проповедь. 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 Божественная проповедь, да. Но у нас есть люди, и даже среди нашего содружества, которые не согласились с этим и буквально просто восставали. Даже сказали, мы очень удивлены, что кому-то в голову такое пришло. Ну, не понравилось им. Ну, и что не понравилось? Еще, я на своем ресурсе не имею права сделать, что хочу, которое не противоречит Слову Божию. Тем более, это не флаг. И флаг, я по флагу всегда рассказал, а это просто цвета. Вы воюете против цвета, который Бог создал, чтобы человек отличал. Где, какая вина? Кому где? Покажите. Это вы надуманно все делаете? А тут наоборот, видишь, как показано, от смерти в жизнь. От смерти в жизнь, в небо. Из кровавой вот этого вакханалии выйти можно только, молясь Богу. Небо. Мы думаем о суде Божьем. Почему 20 глава 11 стих откровения об этом говорит. А когда смотришь другие флаги, там, вот сколько штатов у Америки, там, звездочки. В Германии, там, черное, это уголь, ружеский. Ну, какое отношение имеет ко мне этот флаг, когда у нас угля нету? Ну, если уголь есть, он останется весь, когда я умру. А этот российский флаг конкретно говорит о жизни и о суде Божьем. Нету такого флага и не было никогда. А вот Власов, ну, значит, Власов понимал и взял. А что он не поступал или неправильно, какое отношение к флагу это имеет? Он на него не оборачивался никогда. Да, такое полное толкование со святыми местами из Святой Библии это сделал только я. Больше нигде этого нету. Что такое жизнь в крови и места Писания? Я же сделал это. Что такое небо? Слово «синий» отсутствует в Библии. Нету этого слова. Голубой. Голубой это менее темный такой. Ну, а белый это престол. И потом, как человек рождается, должен прожить и не так, как у парижской коммуни боком стояло. Это ничего не говорит. А вот именно восходящий. И все это объяснено местами Святой Библии. А где вы взяли? Нигде не взял. Просто я увидел и мне мысль сразу, я сразу скорее записал. Вот сейчас все-таки продолжается у нас мобилизация. частичная мобилизация объявлена в России. На Украине уже давно она идет. Вы знаете все, что происходит. Люди много заходят с вопросами и хотят от вас тоже получить какой-либо комментарий. Все-таки как относиться сейчас к этому? Вот уже прошло более полугода даже прошло. Уже, наверное, восемь месяцев прошло, как это все началось. У вас не изменилось мнение по тому, что происходит? Что вы до этого говорили, что сейчас? Никак. Потому что то, что я доберу за основу, оно не меняется. Оно вечное. Вот прочитайте еще раз медленно и пророка Иеремия 48-10. 48-й глава 10-й в этом все. И которые я скидывал материалы там, я скидывал материалы там, где не Киев проговорится. Прочитайте это по крещению. Я специально вам говорил если беседа будет, вот эти материалы надо взять. Найдете, нет? Вы мне не сбрасывали? Сбрасывал. Сбрасывал. Полностью все сбросил. Сказал. вы взброшли? Ну, может быть, дня 2-3. Когда готовилась беседа, я говорю, вот это, если будет у нас беседа с Никитой. С Никитой. Ну, давал я? Да. Где с Никитой резь шло? Я говорю, вот это вас за основу брать. Посмотрите, там архиепископ говорит, 200 лет назад, что они делали? Засчитайте, то и другое. И я ничего не меняю, и моего там ничего нету. И поэтому дальше, дальше, что нужно, Господь делает. А мне только молиться, да будет воля твоя святая. выдержка выдержка из православного вестника окружного послания Никифора архиепископа славянского и херсонского 1754 года. как его звать? Никифор. Никифор. Дальше. Церковь православная везде и всегда крестила и крестит только через погружение. Так, по порядку, я буду рукой махать. Согласен с этим? Ну, он знает в то время, это 200 лет, в каком году это было сказано, написал? Там год показан? 1754 год. Ну, это 200 лет назад. 250 лет назад. 250 лет назад уже отравлена вся Россия была Украиной. Отравлена. И вот теперь наступил момент, никакого отношения это не имеет ни к Азову, ни к местным организациям. Это имеет отношение только к Богу. За Божьи дела. А они говорят, тут у вас там хуже живут. Какое вам дело? Мы говорим не о странении, о границах. Мы говорим о Божьем промысле. Поэтому мы говорим о прошлом и будущем. Бог дал эту власть нам рассуждать. Итак, что дальше? А что и во всей Малороссии, Украине, прежде таким же образом крестили младенцев, в том нет никакого сомнения. То есть, полное погружение до этого крестили. Святой Владимир, и царствуя в Киеве, принял веру и все обряды церковные у греков заимствовал, которые прежде и теперь крещают через погружение. Тогда, 250 лет назад. Странным кажется после этого, что те, которые имели учителей греков и которых крестили греки, крещаются теперь не через погружение. Ну, это не я говорю, архиепископ. Я это говорю, причина вот, в чем сейчас, это причина, вот это военная там, как операция называют или что-то. Почему она? И она не закончится, пока Господь не изольет всю эту реку крови. А из-за них миллионы людей погибли, из-за этих вот людей, которые изменили все. Это Божье дело или нет? Ну, любое дело можно опровергать. Но крещение, таинство, ну, проще все причащение там, это все оттуда. Что они бреются, это все оттуда пришло. И вот теперь это возмездие Божий, меч Божий опустился. Я еще могу сказать. Я верующий. Я не просто верующий, я считаю Библию. Для православных это невместимое уже. И дальше что? Никифор пишет. Впрочем, думаем не без основания, что крестить посредством обливания стали первоначально в Киеве, а потом во всей Малоруси. Все. Это говорит архиепископ, который херсонский. И как ему это не знать? И он говорит, там они, а теперь Украина, здесь священников из 10, примерно 8, украинцы. Хохлы называют их. Они все перепортили. Это не мое правило. Божье они перепортили. Они католичные. Ну, где есть униаты? Униаты только там. А униаты, они уже папу там все вместе. Я не против, что поминают. Но зачем брать плохое от них? У меня есть 2 статьи «Человек-убийство», «Ложь в Ватикан» и «Гордость папства». И третья статья там «Надежда» или там «Трагедия» Фатимская. Фатимская весть, «Надежда» или «Трагедия». Да. Вот такие материалы. Пусть найдут где-то еще. Дальше. Такое отступление произошло с того времени, когда униаты завладели Киевской митрополией. Вот Киевская, а Киев остался. И называют Малороссия, то есть Малая Россия. Малая Россия называли. Белая Россия. Это Беларусь сохранилась. А здесь Украина, то есть с краю она, на краю находится. И искажение прямо называют словами. Какое? Вот последнее предложение. Просчитайте еще раз. Такое отступление произошло с того времени. Да, да. С какого времени? Когда унияты что? Вы все? Такое отступление произошло с того времени, когда унияты завладели Киевской митрополией. Вот и все. Это оттуда пришло. А вы это все проглотили и Россию заразили этим. Россия, как говорят, старший брат ваш. А они начинают, а вот там-то, там-то. Я об этом ничего не говорю. Я говорю вот о чем. Я о божественной стороне говорю. Они виновны в том, что миллионы людей, может, погибли в аду, находятся из-за них. Некрещенные умирали. Вот это брызгает водой, это не крещение, это безумие. О ком? Патриарх России второй, Ридигер, говорит. Симония. Еще и за деньги. Жадность такая. Я много ездил в миссионерской поездки. Более жадных людей, чем в Украине, не встречал нигде в Европе. Вот увидят я в библиотеку, дай мне, любой сторож. Я говорю, я это назначаю для Стокгольма. Это мне для Финляндии. Дай мне, иначе я не пропущу. Ну, у меня есть на собаку карантинная бумага, сказали, нужна синяя, а нам белая нужна. А я заранее две сделал, а вот вам белая. Он не знает, что сказать. Ну, обратно поедешь так для меня, оставь одну. Полный комплект 750 евро. Где я возьму? Мы подарили на 35 миллионов рублей. В городах, главных городах Украины находятся, Белоруссия, Польша, там, ну, всех государств. Какая наша беда? Дальше считаем. В Римской церкви до 12 века крестили посредством погружения. Католики до 12-го. Это не я говорю, архиепископ тогдашний говорит. Никифор, и что дальше? А потом начали крестить не только через заболевание, но и через закрапление. Насосом, велосипедным насосом наберет воду, ребятишки, когда друг друга обрабатывают. И вот так вот, на кого-то капля попала. А то уже обезумели полностью. Сектанты, баптисты ни одного так не крестили. Хотя прокидывать на взнищи, на спину, это неправильно, это положение в огроб. Надо прямо, как Христос умирал, ноги под... Прижимать только это, склоняться на коленах. И дальше? Из всего следует, что из всех православных одни только малоросы, то есть украинцы, отменив погружение, крещают под средством обливания. Вот и все. Божье дело делают они как искажение. Небрежно. Вы проклятые за это. Кто? Бог проклинает. Теперь 48-10. Тут пока заметь, кавычки закрыты. А теперь, считай, Иеремия 48-10. 48-10. Давайте прочитаем. Давай. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Так стоп. Так вот, дело любой, дом строит, хлеб пищет, все Божье. Но конкретно это делает и неверующие. Но таинство делает только священство. И люди-то, не зная этого, доверяются. И они некрещенно умирают. И умирают нисколько-то уже 250 лет. Это сколько поколений загнали в преисподнюю. А оно и так при... Где вы нашли, что так? Если ты жулик, почему я должен поклоняться по твою дласть? Это все оттуда. А вы слышали, вот говорят, хохлы. Это хохол на голове показывает, пишет султану письмо где-то. А они называют кацап. Что такое кацап? Кацап это борода... козел. Козел. А как, как, как? Говорю, как козел. Согласны. Мы сказали вам, вы хохлы. У нас, я не знал, украинцы, хохлы. Хохолок на голове. А кацап, это с бородой козел. Христос, значит, с бородой, пророки с бородами, Давид с бородой, все апостолы с бородами, святые отцы с бородами. Это что, все козлы? Они тут грешат безумно. Кого называют? У русских с бородами. Ну да, у нас и писатели с бородами. Посмотри, как Достоевского, какая борода. У Льва Толстого, Некрасова. Я буду говорить. Да что говорить про бороду? Посмотри, даже вожди атеизма Карл Марс, Фридрих Энгельс, Ленин, все с бородами. И главное, Союз борьбы за освобождение рабочего класса старшему 30 лет, 7 человек, там Бабушкин, старшему Ленину, Ульянову, Владимиру Ильичу, 30 лет старшему, все с бородами, до одного, и не видно, что подстрижены. Вот и все. Дальше, они делают дело Господне как? Небрежно. Небрежно. То есть, как попало. Так это и что-то, а из-за этого гибнут люди. Одна душа по твоей небрежности, златоуз говорит, погибнет тебе, о священник, не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Их миллионы погибло из-за них. И Господь положил предел. Это от Бога. И поэтому, а кто там воюет с ними? Кто? А как же напал Гитлер? Точно так же. Так и защищались. Точно так же. И они никогда не отрицают, что погубили в пять с половиной раз больше солдат в России, чем немцы, которые пришли. Я недавно говорил об этом. Ну, есть такая данная, статья. Статья кто, сколько, чего и когда. Ну и я просчитал это и взял, просчитал на это. Вот послушайте внимательно, чтобы поняли, как мы своих любим. Вот. Покрышкин. Трижный герой. За 17 сбитых самолетов героя 53. Но больше всех вот забил. Это Кожедуб, Иван. 64. Запомни, 53 и 64. А больше всех это Хартман Эрлих. Эрик. 352. 352. Дальше. Другой немец там Баренхотт какой-то. Герхард. 311. 311. Ральгюнтер. 275. Клантальто Отто там 267. 104. Больше 100. Ну и дальше. 6582 только эти сбили. Тысяч. И не считаем кто. Финский один. Тут показывают его как Уйно. 94. Японский. 87. То есть в других странах были. А так сколько он героев-то бы получил как бы там этот мир это. То есть понимают это непростое дело 17 самолетов сбить. Так 53, 64 а там 305. 352. Я говорю не как-то прямо как как тут написано у них. А кто-то говорит да это нет это так. И говорят какая причина советская что мало времени ущелье 5 часов на вылет он самолет не знает как посадить. А у них допустим 150 часов. Да у них опыт какой Европу захватили. И они так и говорят и самолет мистер Шмидт с этим не приходилось сравнивать. Он на километр или больше поднимался и он оттуда через облака видит летят а это так глядывается налево направо и он прям самолет сверху сразу бьет его и научились. Ну я просто объясняю надо мера должна быть одна. А нет от этого ничего не зависит если я расскажу правду. и вот правду вот которую считаю они делали небрежно и прокляты оказались. И по этому проклятию наступил предел и Господь делает так а через кого? Ну в данном случае мы знаем от кого не будем называть. Я беру только с этой стороны. А что там они бывают солдаты делают не так там кого-то насилуют я про это ничего не говорю. Вы разбирайтесь сами. Но я говорю причина вот какая. Он сам того не зная которая теперь наказывает их. Ему никто не сказал. А ему советники посоветовали потому что ракеты подвозят к самой границе у нас выбора нет через 5 минут над Москвой уже ракеты и поэтому отодвинуть надо. Это они говорят я ничего не опровергаю не одобряю. Вот отношение к тому что там делается с божественной стороны. А дальше 48-10. И проклят кто удерживает меч его отправить. Вот проклят я не хочу быть проклятым поэтому говорю молиться дай господи мира Украине нет они даже сдаться только и все как было с Иеремией а мы надеемся на Египет а Египет говорит эта трость кто на нее опирается она проткнет ему руку а как а у них была проегипетская политика он говорит откройте ворота это не патриотично кто-то сказал бы открой Москву Гитлеру его бы расстреляли сразу но Библия говорит именно так и они что добились свободы нет они потеряли все и храм потеряли и таинства какие-то пододашнего были все абсолютно не знает что делать мы знаем молиться мы каждый день молимся которых у нас взяли я показывал вам там грамоту Никите дали день повара да да я мне прислали Александр Попков все ко мне колотится так и вопросы так я продолжаю читать давай давай дальше слетело немножко сейчас вот вот они одни только малоросы украинцы отменив погружение крещают посредством обливания а это самое подало случай раскольникам обличать нас в том что мы пренебрегшие преданием святых апостолов которые без переменной содержатся во всей православной церкви последовали обычаю папистов католиков которые в числе различных неправильных отменений дерзнули переменить святое крещение но это не я говорю это говорит архиепископ какое написано херсонский херсон то где наверное на сегодня известен этот город вот и все я ничего не говорю кроме того что уже написано и сказано они прокляты и поэтому нельзя удерживать меч а меч наказание которое идет ракеты погибли люди какие-то это тело погибло они о душе это не рассуждают поэтому если Бог угодит человек он его берет раньше из жизни чтобы не развратился это мы считаем премудрости Соломона а люди не знают осудили вот Бог услышал молитвы эстоны которые здесь неправильно крещены и вы сами это гибель души проклятие двойной в одном стихе я больше ничего не говорю кроме того что говорит Бог и говорит архиепископ Херсонский Никифор вот и все вот дальше дальше божественный апостол павел весьма похваляет коринфян за сохранение преданий семи словами хвалю за вас братья что все мое помните как я передал вам и держите предание 1 коринфян 1 2 2 фессалликийцам 2 15 так же там это написано да да способ крещения посредством троекратного погружения есть предание апостольское которое твердо и беспрекословно сохраняет вся православная церковь от времен апостолов даже до сего дня ну вот вот мы из тех людей а они все приезжают оттуда попы не крещеные и они насаждают это и притом крайне враждебны к русским вот здесь понище фамилия его Владислав прислали и он который священники уже приезжали к нам служили он сразу всем запретил а он то самостоятель митрополит на него повлиять никак не может а это теперь разбили эту митрополию до нескольких частей и он здесь против нас сразу объявил буквально войну и все ни одного священника больше нет он нас не видел не встречался его убрал господь это оттуда они все такие они люто ненавидят нас а какая опасность угрожает если что-либо из преданного в святом крещении будет опущено об этом ясно говорит святитель Василий Великий цитату цитирую беда бывает когда кто-либо умрет без крещения или когда будет что-либо опущено из преданного при совершении крещения вот об этом говорит патриарх Алексей Второй при том сакральные места писания пропускают совершенно никак я пытался с ними говорить мертв их нельзя уже а у них как будто в десятом поколении прокляты уже и вот сейчас возмездие Божие пришло на них меч Божий его удерживать нельзя только одно должны открыть ворота и смириться чтобы спасти души мы против войны мы не воюем у нас никто оружие в руки не берет это понятно что как мы говорим альтернативной основе но изменить обстановку нам не дано а если там он пойдет мы говорим не стреляя а тебя посадят десять лет хотя бы десять раз тебя убили и тогда не убивай в нашей группе никто не убивает никого нету мы против этого и что там делают с людьми мы категорически против но они делают вот с ними разговаривайте но то что я сказал это в вопросе смотрится только так как господь сказал по этому каналу они нарушили небрежность наказания меч сошелся и он падает сейчас в виде всего что делается и удерживать его то есть молитву господи да не будет наказания там я не могу я могу говорить да будет воля твоя если я молюсь и молитву мою бог слышит и поэтому они погибают да бог не слышит тогда не надо бояться моей молитвы у нас тут был один в Потеряевке но и к сыну приехал он кажется подполковник милиции да Дружинин Геннадий Петрович Генпет звали и он всякие кляузы писал там везде докладывал ну что попало что вот мне дали высшее авиационное училище когда они его размонтировали а на его месте сделали институт юридически до милиции ну а он то жалобы писал и проще я ничего не мог больше сделать как только говорить и плакать а он хвалился и говорит выпьет все время я много зла могу сделать у меня большие знакомые в милиции генерал-лейтенант Чернов который всей Алтайским краем а его раз под суд почему деньги отпущенные милицией на квартиру присвоили второй который был Широков октябрь сковоренно прокурора а я пошел прокурору края сказал по раскуну его сразу сняли и они там это закулись наделали и должны были меня уведомлять а они меня не уведомили и на сороковой день черная заноза вошла в мозги этому генпету все умер а и главным приехала его жена и мне пришлось домик этот покупать никто не берет вот там где сажаем теперь его кирпичом обложили за три дома кажется от нашего храма все у Бога все вымерено и когда суд шел то его сын говорит уважаю как-то ваша честь я ни разу не сказал суде ваша честь нигде а он ваша честь вот Лапкин там говорил и наши люди подслушали он сказал мы молились за него против него против моего отца и он умер внезапно судя такой статьи нету что если молились и он умер а я думаю только я потом кажется передали ему если ты так веришь что моя молитва слышится Богом берегись чтобы я не стал против тебя молиться а он от нас ушел его там видно прикормили хорошо еврейская организация в НСР где есть полукровки всем помочь выехать в Израиль под одним условием чтобы никому о христе не говорили и он его раздуло как резиновый мужик сделался движения нет а еда хорошая и мы вот в такой обстановке все стояли никуда ничего не изминули вот он сказал и вот наступила смерть и все так он вот так и везде где они клевещат за клеветником всегда меч стоит рядом и когда Бог уже видит что покаяния нету он просто срубает им голову мне не надо ничего говорить я только молюсь и ни одному не просил наказания а только не отпусти его из жизни без покаяния Господи а что он не нужен здесь это вы его посылают там поговорить чтобы горющее не разливали в деревне там это на траву пришли а он с ними гуляет сидит видишь как а я приехал прокурор Риффорд Юрий Краснониколаевич над Мамонским районом а он мне пачку показывает а товарищ Дружинин вот что написал я говорю а почему мер не принимаете да что смотреть там ерунда всякая то есть мы образовали особое воинское отделение от которой мне расформировали авиационное училище а у меня знакомые были там а я вел занятия у них и мне там 70 шинелей кажется 70 кителей брюк в которых я хожу где-то да дали и он говорит а ну а звезды на буговках мы стерли погоны сняли а он это особое внутри государства особая группа особый там спецназ ну все это городил и городил а я ребятишек одел а они хорошие кителя хорошие просто курсанты-то небольшие видать ростом были и легко носить а комар не прокусывает а мне что надо да я ходил они как солдаты швейки ребятишки в лагере и он даже это поддел мы идем за христом а вы как хотите мы вам сказали без христа спасения нет на меня пытались жаловаться мусульмане прямо в зале когда говорили о том что толерантность не признают а экстремистские высказывания а у полномочия но тут был тогда-то их по-другому сейчас называется из юстиции и говорят а кто это а он уже стоит там за кафтой да вот он сидит в первом ряду это лапкин мусульманами имам там и они никакого внимания не обратили даже на эти слова нигде еще нету ну покажите хоть одно место вот он кричал Аллах Акбар а я говорю Иисус Акбар Иисус Велик он второй раз Аллах Акбар я говорю Иисус Акбар вот вчера у меня один был такой он сразу выскочил и она начинает а я покажу ему Библию он такие глаз страшные сразу уходит они как огня боятся креста и Иисус Акбар а вот наш пророковавший Иса и наш Иисус это совершенно разное между ними 1600 лет это я тоже нигде не узнал путем исследования нашел и сразу говорю 19 сура 28 аят и у нас 6-20 исход сравни одно с другим вот я тут дочитаю сейчас немножко давай для чего же мы делаем упущение в столь важном деле вот почему и мы не сохраняем всего святого и апостольского предания крещения через погружение ну вот теперь когда там пленные сидят и с ним разговаривают вопрос этот не понимают а он тот не знает тот не знает только вопрос вот стоит почему вы исказили таинство зачем вы заразили Россию только об этом а не в чем-то другом что они делают Донецк захватили это мне не касается это правители разбираются мы говорим о том что вот они что сделали вот из-за чего все это идет да дальше а не уклониться сердце мое к извинению дел греховных псалом 144 да повинующимся и охотно имеющим исполнить это наше повеление обещаем Божье благословение вечную славу и наше пастырское благословение а то архиепископ говорит и мы он бы нас похвалил что мы это придерживаемся правильно крещение в озере священник стоит вот так в воде а они-то что покажут заразили всю Россию а почему ну если одно и то же так зачем в воду лезть мокрый ладошки плати деньги мозги по стенке если это действительно то зачем тогда и делать и погружать если равнозначно одинаково да в баню ходить вот на один ноготь одна капля но на ноготь да и ту сброшу я помылся а Павел называет крещение баке баню паки бытия то есть для будущего это баня мы раздеты трижды крещение принимал под воду уходил твоя Екатерина под воду уходила отец Сергей Николаевич тоже под воду ну все я правильно его навеличил правильно да ну вот так все тем более говорить с человеком который все это вел сколько заплатили за крещение ну нисколько но еще нам заплатили книги подарили ну вот и весь ответ какая разница большая разница мы никогда Украину не считали другим государством никогда у нас Володя у меня Пащенко ну ясно что не русская фамилия это Хохлядская вот у батюшки Антоненко ну по порядку то посмотри маленько и ты увидишь как это вот мы ездили в поездку то Савченко а второй Крущина я один Лапкин только ну еще как мы разделись мы в Крущине были когда все друзья там ждут меня я выступаю в церкви они там на колокольне сидели в разных городах и везде подарили полный комплект книг для радости Господней у нас очень хорошие друзья там хорошие приезжали оттуда крещение принимали уже в престарелом возрасте которое голодомор помнили все так что Украина это мы единый народ а теперь убивают вот вас берут убивают мы не убиваем а в это вмешать как я проклят то меч Господним держит от крови ну а как вот наши которые люди есть а Никиту сколько раз ранили Никиту Никиту нисколько а Игнатова Сергея сколько раз ранили так он с автоматом стоит уже в годах мимо обошло показывает разбитый разбитый а он стоит живой нетронутый вот и ответы у нас люди которые близкие нам которые захватила вот это катаваси мы молимся ежедневно еженочно об этой стране чтобы Господь дал мир исполнение заповедей Божьих ну а что удержи меч да не будет наказания этого я не могу сказать это удерживание меча я верю в молитву что Бог отвечает главное чтобы примириться с Богом ну вот в окно с Богом молимся в окно площадка дорога у нас и площадка на той стороне и там драка жена увидела говорит там драка на ножах дерутся я сам себя не помню я выскочил кажется босиком перескочил дорогу прямо в середину вмешался и начал растаскивать вот так вот совершенно неправильно поступил но они перестали драться и те и другие ко мне относиться стали провожать меня со своими ножами к ночью когда иду но врагами они не стали я на это со стороны смотрю глупо поступил я мог там пасть но дальнейшее дело показало что эти люди с той и другой стороны стали очень расположены ко мне и жены их там и дети и какая сила у меня силы такой не было растащить это как вот отец Арсений там у него была такая история когда он вмешался в это и у меня это было а вот считаешь там ну провожали там преступники иногда узнавали что он я сейчас может не назову даже он работал все время с заключенными у меня вот книга даже его есть вот какой-то священник и они его однажды раздели было чтобы кто-то узнал его да это ж батюшка такой то он с заключенными сделал себе вузы и ходил сколько они в день проходят и ходатайствовал чтобы облегчить их жизнь у меня такая же история и меня провожали узнали что это я а вы думали что встретиться конечно нет они разграбят вагон масло там сколько вытащили ковры и все а я иду с двумя собаками и они меня настолько перепугались я сказал немедленно обратно в вагон все занести а вагоны прямо напротив нашего дома пассажирские дальше идут а которые грузовые прямо около нас и останавливается красный свет там и другой на таком месте неудобном жил или удобном и все сделали утром уже милиция была у меня здесь а милиция какая линейное отделение пять районов и линейное это отдельно вы знаете кто вчера был откуда знаете сказали что вы с собаками были и вы их видели я их не видел только я видеть то видел в темноте но я их узнал и они обратно положили они дали мне слово что больше никогда не будут здесь заниматься я только сказал здесь и я вас в раз ничего не скажу я не имею права ничего говорить и так ушли и они не сказали что ты преступников защищаешь нет вам вернули товары на большую сумму будьте довольны и у святых так же было они возвращали где сворованное а кто своровал вам недостаточно что вернули я поступил так а жития святых написано меня не ставили как говорят это Игнатий следак настоящий это следователь там с кем-то беседую я который вор попался меня как только не называют да в КГБ мне не один раз говорили вам бы только в нашей системе работать я люблю такой порядок чтобы было везде но я избрал другой путь да у меня видишь как КГБ я могу расшифровать как Господа Бога славить КГБ а они когда у меня все же открыли они не знали как где машинка Украина стоит открыли а там а я говорю а там написано открыли а машинки-то уже не была машина-то да кажется была или нет я говорю опоздали комарили гнусных безбожников ну вот это Игнатий и зря я говорю я это сам вижу что зря я уже понял главное в туалет сходить меня подполковник повел на улице я говорю пусть кто-нибудь назовет чтобы его в туалет подполковник КГБ возил да не просто подполковника я его прозвище дал настоящий этот как их назвать интеллигент очень хорошее отношение перезвонили потом и он когда меня второй раз арестовали и он пришел говорит вы Лапкина арестовали да что вы делаете какое он зло сделал а потом мне когда вернулся я говорю знаете Игнать Ихонович дураков у нас у вас хватает я говорю а мне это на пользу Юрий Николаевич Никулин фамилия его вот так ну что вопросы решаются ну да нам не надо крышевать никого крыша наша господь покров мы знаем Господа и на это достаточно и за что я это абсолютно точно знаю потому что проклят делающий дело Господне небрежно не то что там границу мешает давайте это ваше дело я не политик я верующий христианин и говорю проклятие я вам описал а когда они рассуждают которые там допрашивают пленных никогда не говорят про это никогда да и не знают ни те ни другие а вот это что я расскажу докажите докажите Богу не мне и посмотрите что они как все таинства одно одна причина развода а сегодня 12 причин хуже чем у мусульман ну вот так у меня все ну все Игнать Игнатьевич благодарю аллилуйя отхожу с Богом с Богом не знаю это путь Продолжение следует...